Сейчас 56-летний актер на грани полного краха карьеры из-за участия в голой вечеринке Ивлеевой. По всей стране требуют, чтобы у него отобрали звание Народный артист Российской Федерации. Его хотят запретить на российских экранах и требуют извинений перед поклонниками. Он оправдывается, что просто проходил мимо и попал туда совершенно случайно, но ему уже никто не верит. Ведь еще не успели его простить за танец на кресте. Какой пример подает прославленный певец своим детям от суррогатной матери, дочке Алле Виктории и сыну Мартину? Мы расскажем об очередном скандале вокруг короля эстрады и чего он лишился из-за необдуманного поступка. Скандал за скандалом гремит после нашумевшего перформанса в ночном клубе Мутадор. Всех звезд, кто присутствовал на вечеринке, россияне готовы растерзать и больше не желают видеть на российских экранах. Звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева заявляет, что корпоратив был подражанием западному шоу-бизнесу. И без таких мероприятий Россия просто загнется. А как вы думаете, она права? Филипп Киркоров, который радостно позировал на камеры во время бала Сатаны, теперь совсем иного мнения. Он был просто в ужасе от происходящего и не разделяет взглядов хозяйки вечера. Что же подтолкнуло Филиппа Бедросовича поменять свое мнение? Король российской эстрады так называет себя певец, а поклонники никогда не были против такого звания. Ведь его любили и уважали, приглашали на серьезные мероприятия. Да что говорить, наш герой обладатель восьми премий овация и является самым известным российским исполнителем. Киркоров народный артист России, Украины, Молдавии. Что же пришлось пережить королю на пути к признанию, которым он теперь так неразумно разбрасывается? Филипп Киркоров уроженец Болгарии. Его семья была исключительно творческой. А вот отец, Бедрос Филиппович, сменил фамилию с Киркорян на Киркоров, чтобы ему и детям было легче жить. Жаль только сестра Филиппа, Ксения, прожила всего две недели после рождения. Филиппу повезло, он унаследовал от отца, народного артиста России, прекрасные вокальные данные. Детство мальчика проходило весело в разъездах и гастролях. Новые города, интересные люди. Филипп получал массу новых впечатлений. Среднюю школу он окончил в Москве, параллельно занимаясь музыкой, обучаясь игре на фортепиано, предчувствуя великое музыкальное будущее. В школу Киркоров-младший окончил с золотой медалью и пробовал свои силы в ГИТИСе и музыкальной академии. Но нигде его талант не был оценен по достоинству. А вот училище имени Гнесиных распахнуло двери перед юным и перспективным абитуриентом. Филипп окончил его с красным дипломом, а уже с первого курса началась его творческая карьера. Он спел песню Алеши на болгарском языке в программе «Ширый круг», и тогда россияне впервые увидели будущую звезду. Потом Киркоров пытался работать в мьюзик-холле, но после изнуряющего тура по Германии понял, что это не его. Все изменило знакомство с Ильей Резником, который представил молодого и красивого Филиппа Алле Пугачевой на вернисаже. А уже Примадонна пригласила Киркорова на свои рождественские встречи. Сейчас наш герой не только мегазвезда, но и потрясающий актер, ведущий, самый плодовитый певец отечественной эстрады, народный артист России, Чеченской Республики, Украины и Молдавии. В его копилке множество наград, в том числе и государственных. Но помимо огромной славы, признания, неимоверных гонораров, особняков на Рублевке, шикарных квартир в центре Москвы, виллы в Болгарии, дома в Майами и автопарка самых дорогих машин, наш герой является скромным отцом двоих замечательных детей. Алла, Виктория и Мартин были рождены в солнечной Флориде с разницей всего в год. Своим рождением они обязаны суррогатной матери, которой заплатили несколько миллионов за такую серьезную работу. К сожалению, король эстрады так и не смог построить полноценную семью. Отношения с Аллой Пугачевой нанесли огромную душевную рану певцу, ведь он искренне восхищался своей избранницей еще задолго до официального знакомства. Будучи подростком, он уже точно знал, что когда-нибудь женится на этой удивительной женщине. Все его мечты осуществились, Киркоров и Пугачева даже обвенчались, дабы скрепить узы брака священными клятвами. Филипп был четвертым мужем Аллы Борисовны и кто же знал, что не последним. Когда Киркоров познакомил свою супругу с молодым, красивым и очень талантливым Максимом Галкиным, он и подумать не мог, что сам себе роет яму. В последующие годы после развода и нашумевшего романа Пугачевой и Галкина Киркоров переживал очень тяжело. Его песни были пропитаны болью, а зрители понимали, кому адресованы строчки его произведений. Лишь спустя 17 лет после расставания певец признался, что безумно счастлив рядом с загадочной женщиной, которая проживает в его загородном особняке. Доподлинно известно, что возлюбленная его очень молода, из-за чего Филиппу пришлось прибегнуть к череде пластических операций, чтобы получить фигуру Аполлона и новое лицо, ведь в 56 лет так превосходно выглядеть невозможно. Поклонники не поддержали таких кардинальных изменений во внешности, но возлюбленная явно оценила, ведь сейчас исполнитель хита «Единственная моя» летает на крыльях любви. Вот и занесло его на этих крыльях в мутобор, где пришлось по неволе принять участие. В этом певец сам признался на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». В разговоре с журналистами выяснилось, что Филипп Бедросович не ожидал такого формата, а пришел исключительно потому, что обещал самой Насте Явлеевой, которая снялась в его клипе. Как только Киркоров вошел в затемненное помещение ночного клуба, то сразу осознал свою ошибку, однако было поздно. Его тянули за руки и просили сфотографироваться. Вот так, совершенно невинный Филипп Киркоров и попался на уловки хитрой блогерши. А вы верите в его невиновность? Ему пришлось оправдываться перед пресс-секретарем Дмитрием Песковым, а последний поверил певцу. Ксения Собчак, которая тоже была на вечеринке, написала в своем блоге, что Филиппа начали отменять. Он лишился многомиллионного контракта с МХАТом имени Горького, а Яна Поплавская уверена, что ничего ему за это не будет, так как судьба артиста будет решаться Дмитрием Песковым, который явно благоволит Киркорову. Все участники этой вакханалии так или иначе пострадали. Лолита объявила о своем скором отъезде в Болгарию, рэперу Васю дали 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а Насте Ивлеевой пришлось извиняться перед общественностью и пообещать, что все средства с вечеринки пойдут на благотворительность. Сейчас же в клубе изымают видеоматериалы и теперь уже прокуратура и следственный комитет будут решать, что нарушили или не нарушили организаторы Насте Ивлеева и все гости того скандального вечера. Сама же блогерша в свое оправдание сетовала на то, что некоторые поняли ее слишком буквально, явившись на вечеринку голыми, а сама она допустила несколько ошибок в организации. Несколько? Да, по мнению россиян, сама Настя сплошная ошибка, которая подвела под монастырь многих знаменитостей, в том числе и народного артиста России Филиппа Киркорова. А как вы думаете, во всем виновата Настя, Европа или же сами артисты?